Всем привет! Меня зовут Нина Заславская. Сегодня мы разберем, всем ли подходят трендовые инстаграмные брови на примере наших популярных звезд. Итак, сейчас вы видите на экране, на ком же мы будем примерять трендовые брови, ну и, конечно, выясним, подходят ли натуральные брови, которые носят звезды, именно им. И подберем подходящую технику каждой звезде. Поехали! Итак, первый пример. Хотела бы вам показать, насколько брови меняют лицо. Посмотрите, как здесь нежно все нюдово выглядит. Брови вообще не навязчивые, потому что у Виктории Бонни, у самой очень яркое, акцентное и красивое лицо. И яркие такие трендовые инстаграмные брови, которые сейчас в моде, ей, конечно же, бы не подошли категорически. Вот посмотрите, я нашла фотографию, кстати, на просторах сети. Ее с яркими бровями, насколько она некрасиво выглядит, относительно даже первой фотографии, на первом фото все очень нежно и лаконично, но на втором вот эти ужасные яркие брови очень грубят лицо. Давайте сейчас примерим на Виктории, как же она бы выглядела с трендовыми вот этими пудровыми градиентными бровями. Вот посмотрите, как мы знаем, пудровые брови предполагают собой очень четкую нижнюю границу, поэтому отрисовку эскиза я начинаю именно с нижней границы. Нижняя граница более плавная такая и без резких изгибов. А вот как раз верхняя граница у меня формирует изгиб, но сейчас я не буду рисовать именно линии, потому что пудровые современные вот эти трендовые брови, они предполагают собой верхнюю такую полупрозрачную и растушеванную границу, то есть отсутствие полной границы и уход в пудру. Поэтому нижняя граница у нас четкая, мы сейчас ее как раз прорисуем более четкой, а верхнюю границу постараемся приблизить к тому виду, как бы это выглядело при татуаже. При пудровых бровях самое акцентное место это изгиб, нижняя часть апекса, поэтому именно с нее я начинаю свое затемнение. И чем выше я поднимаюсь, тем у меня светлее становится переход цвета пигмента. Поэтому я стараюсь как раз таки изобразить на бровях градиент. Я сейчас растушевала основу и добавим таких пиксельных штрихов, как они выглядят брови на деле. Сразу после процедуры мы прослеживаем вот такие пиксели на коже. Конечно, при заживлении они у нас не заживают точками, но сейчас именно ценится вот эта пиксельность. И многие мастера в погоне за вот этой вуальностью перебарщивают и делают широкие брови. И сейчас как раз таки говоря в начале ролика про трендовые инстаграмные брови, я имела в виду именно такие брови, которые сейчас выкладывают многие мастера и думают, что это сверх модно и супер классно выглядит. На самом деле это не так, и нужно всегда отталкиваться от своей ширины бровей. Потому что если вы вот так вот на лбу пудру напылите, по заживлению это будет как будто какая-то грязь сверху. Ну и некрасиво выглядит пигмент там, где нет своих волосков. Поэтому сильно никогда не расширяем, только чуть-чуть можно выходить за форму и делать пошире. Вот. Ну и посмотрим, конечно, на Виктории Боня, как смотрятся трендовые брови и всем ли они идут. Ну что ж, посмотрите, какую бровь я нарисовала. Как раз трендовую, градиентную, пиксельную, все как нужно. Но насколько грубее стало лицо у Виктории Боня, насколько придала ей эта четкая, яркая, широкая бровь возраста, вы видите сами сейчас на экранах. И именно на такой яркой внешности, как у Боня, не нужно перебарщивать. Особенно с такими яркими глазами и губами еще широкие, яркие брови смотрятся очень вульгарно, некрасиво, ненатурально придает возраст, поэтому всегда круто смотрится натуральность. Не борщим ни в коем случае. Перманента это касается в первую очередь. Ну и в случае Виктории Боня, если бы она пришла к нам на перманентный макияж, мы бы не стали делать слишком четкие вот эти края, как я нарисовала, соответственно, всем канонам красивой перманента. Мы бы сделали ей более такую мягкую, не широкую форму, чтобы при зажившем варианте у нее бы получился вот такой именно результат, как мы видим на ее ненакрашенной стороне. Ну а мы переходим далее и видим на экране прекрасную помылу Андерсон с ее ниточками-бровями. И вот в ее случае я бы ей посоветовала волосковую технику, потому что у нее очень тонкие свои брови. И если бы мы растушевали, сделали, опять же, трендовый вот этот градиент, было бы некрасиво в зажившем виде, потому что, когда заживает перманент там, где нет волосков, это очень видно и бросается в глаза. И когда именно вот такие тоненькие бровки, классно смотрится волосковая техника. Она смотрится максимально натурально, не броско. Особенно на помеле Андерсон это бы смотрелось очень круто, потому что она светленькая, блондинка, и не хочется ей как-то привлекать внимание к ее бровям. Но давайте посмотрим, как это будет выглядеть на деле и сравним. Ну что ж, я приступила к отрисовке волосков. И за основу, конечно же, за ширину я беру основу своей бровки. Своя бровка у меня будет проходить именно в серединке волосков, а по верху и по низу я добавлю пушковых, таких очень тоненьких светлых волосочков. Как раз-таки у меня будет акцентная серединка, благодаря ее волосочкам натуральным, потому что они будут проходить в серединке. Ну и сделаем чуть-чуть пошире, потому что внешностью помыла Андерсон очень яркая, а такие тонкие театральные бровки старят лицо и придают ей возраст. А хочется добавить ей такой пушистости, наивности и детскости в лицо. Ну что ж, волоски мы уже закончили. Посмотрите, как нежно смотрится. Я специально не стала делать сильно широкие брови, потому что, как я вам уже говорила, при тонких таких ниточках своих не нужно расширять и рисовать широченные брежневские брови. Ну а сейчас давайте на другой стороне примерим помыли пудровые брови и сравним, что же больше всего ей подойдет. Я тоже так же постараюсь нарисовать максимально подходящие ей пудровые брови и сильно не расширять, потому что свои у нее тоненькие, да, как мы выяснили. Ну что ж, пудровая бровь готова. У помыла на самом деле достаточно большой излом и сложная своя форма. И именно на таких бровях тяжело подобрать форму пудровым бровям. Вы видите, какая она очень акцентная получается, потому что большой подъем и излом. И можете сравнить, ну насколько грубее смотрятся на такой форме именно пудровые брови, в отличие от волосков. Волосками смотрятся мягче, нежнее. И на таком ярком лице я бы, конечно, посоветовала помыли Андерсон, если бы она пришла ко мне на процедуру, сделать именно волосковую технику. Ну а что выберете вы? Напишите в комментариях. Возможно, найдутся те, кому понравится больше пудровая сторона. Переходим к следующему персонажу. И здесь у нас прекрасная Леди Гага с ее отвратительными бровями. Я не знаю, что это вообще, но, по-моему, это какой-то карандаш. И снизу корректор, либо это какой-то хайлайтер снизу бровей. Причем я вижу, что у нее присутствует свой здесь пушок, и она его закрашивает просто дико хайлайтером. Зачем она это делает, вообще, я не имею никакого ни малейшего понятия. Но давайте все-таки ей попробуем подобрать, спасти ситуацию, подобрать ей адекватную форму, не такую, как у нее. Конечно, придется все стирать и закрашивать, но я попробую. Итак, первое, что я хочу сделать, это разметку, потому что я вижу брови кривые, они абсолютно прямые, отсутствует какая-либо форма адекватная. Вот, и давайте сделаем разметку, все-таки А, Б, С, она нам поможет правильно выстроить кончик, изгиб и построить красивую форму. Возьмем такой серо-коричневый цвет. Конечно, Леди Гага предпочитает, как я вижу, черные оттенки, но черные очень грубят лицо, несмотря на то, что она сама по себе брюнетка, у нее черный цвет волос. Всегда нужно использовать цвет для бровей на тон, либо на два светлее, чем волосы, чтобы не грубить лицо и смотрело все гораздо нежнее. Так, и вот этот вот ужасный прогиб, который она делает под бровью, причем она его делает, зачем-то закрашивая свои нормальные брови хайлайтером, и у нее получается такая некрасивая запятая. Вот, мы там достроим, и кончик тоже хочется ей достроить, соответственно, потому что у нее нарисованный конец уходит куда-то вообще к линии горизонта, непонятно, зачем она так делает. Давайте мы его закрасим, ну, и придадим хоть какую-то форму. Достроим уголочек, потому что у нас вообще бровь формируется ровными линиями. Ну, эти линии у нас проходят как раз-таки от вот этих направляющих красных, которые я отметила. Они нам и помогают выстроить правильную форму. Ну, и по нижней линии я сейчас имитирую, как будто бы я взяла хайлайтер и выравниваю вот эту линию нижнюю, да, чтобы она была ровной-ровной. Так, ну и давайте все-таки подзакрасим начало, потому что оно меня дико смущает. А эти нарисованные брови очень сильно очерчены, хочется плавный такой переход, плавное начало сделать, чтобы головка растворялась в воздухе. Ну что ж, моя вариация брови готова. Посмотрите, насколько она совершенно меняет лицо Леди Гаги. И, конечно, эта личность очень эпатажная, но я считаю, брови должны всегда передавать максимальную натуральность, естественность, не грубить лицо, потому что брови это как рамочка для фотографии. И если рамочка ужасная, некрасивая, фотография будет соответствующе выглядеть. Поэтому я ей сделала такое же мягкое начало с переходом. Также ей сделала приподнятый кончик уголок, как она любит, по всей видимости, потому что я предполагаю, если бы она пришла ко мне на процедуру, она бы настаивала на таких кончиках в разлет. Поэтому такая вариация тоже имеет место быть, особенно, кстати, на возрастных женщинах, у которых со временем все опускается и хочется добавить какого-то лифтинг эффекта во взгляд клиентки. Поэтому мы поднимаем им на кончики. Вот такой вариант, который я отрисовала в данном случае, прекрасно подойдет для возрастных дам. А мы переходим к следующему варианту. И здесь у нас потрясающая Волочкова с ее суперпопулярными бровями. По-моему, ее брови даже популярнее, чем ее шпагат. И про ее брови знают просто все, но они действительно очень сильно выделяются на ее таком светлом и нежном лице. Конечно же, вот такие синие-серые брови смотрятся просто отвратительно. На блондинках должно быть все очень деликатно, нежно. И, конечно, если бы у нее не было бы старого вот этого плотного татуажа, я бы ей тоже предложила сделать волосковую технику, либо же полупрозрачную, нечеткую, не вот эту вот трендовую пудру. Ей, кстати, подошел бы вариант, как у Бонни. Такой же нюдовый, неяркий, нечеткий и очень максимально натуральный. Но давайте попробуем что-то с ней сделать, закрасим эту ужасную бровь и представим, что бы было, если бы не было старого татуажа. Ну что ж, я создала основу для будущей брови, закрасила старый ее ужасный татуаж. Конечно, ей бы я посоветовала прежде всего удалить и избавиться от старого пигмента, потому что у нее видно, что сделаны органическими, такими плотными татуировочными пигментами брови. И требуется не одно, а, наверное, даже десяток удалений. И быстрее нужно начинать, потому что ее пигмент, к сожалению, никак не исчезнет. Если она будет перекрывать у нее, в любом случае, эта синева будет проступать постоянно. Поэтому, конечно, нужно удалить и потом уже сделать красивую новую. А вообще, я ей взяла вот такой нейтральный руссо-коричневый прохладный цвет. Всегда мы основываемся, отталкиваемся от цвета волос клиентки, от типажа. Как подбирать, кстати, пигмент, как правильно попасть именно в цель при выборе пигмента. Мы всегда основываемся, отталкиваемся от тона кожи, от типажа клиента, от желаемого цвета, от тона волос, от цвета глаз. Кстати, как подобрать пигмент, вы можете посмотреть в моем ролике. Специально для вас я записала колористику и пигментологию. Пожалуйста, переходите по ссылочке, кликайте, смотрите и просветляйтесь, потому что это очень важная тема. Каждый мастер перманентного макияжа должен знать, как работать с пигментами, как добиваться того результата, того цвета, который хочет клиент, ну и, конечно же, мастер. Я перехожу опять, продолжаю отрисовывать брови волочковой. Не знаю, конечно, как у нее в жизни с волосками. Я тут все закрасила, замазала, поэтому волосков, к сожалению, не имеется своих. Но если свои волоски есть, пудра смотрится гораздо натуральнее, нежнее, ну и максимально естественно. А вообще я бы Анастасии посоветовала какой-то вот такой вариант. Очень нюдовый, не такой яркий, как ее вариант. Конечно, она девушка у нас эпатажная, и я так думаю, она специально попросила такие яркие брови, похожие на пиявок. Конечно, раньше такие модные были, на самом деле. Я тоже через это прошла и до сих пор удаляю этот трэш, который у меня до сих пор остался на лице. Ну, конечно, совсем такая легкая вуальня, как у волочковой. У волочковой так закрасить даже, мне кажется, невозможно, потому что безумно яркий татуаж. И очень тяжело не только закрасить, да и перекрыть, конечно, тоже. Поэтому только-только удалять. Ну что ж, мы закончили. Вы можете написать в комментариях и оценить результат, чьи брови вам понравились больше всего. Ну и, конечно же, написать, понравилась ли вам эта рубрика. Если да, напишите, какую бы звезду вы бы хотели, чтобы я разобрала в следующем выпуске. Ну, а мы увидимся скоро. Пока-пока!